Саламу алейкум. Алейкум, салам. Понял, да, Хаджи Мурат. Ну, как тебе сказать? Сказать, что понял, тоже было бы очень с моей стороны неправильно, но что-то вроде бы там сообразить. Я уже у тебя в эфире, я под своим ником зашел к тебе, получается. Я понял. Ну что, мы в эфире, нас видят? Да-да-да, нас видят уже. Мы с тобой начинаем? Да-да-да, Хаджи Мурат. Так, я вот сейчас я сейчас посмотрю, как я у тебя смотрюсь. Так, алло, я с политклуба зайду. Очень даже хорошо смотришь, я должен сказать. Так. Алло, подожди, я хочу видеть, что я у тебя... Так, подожди, я сейчас хочу посмотреть, увидеть. А, все, я вижу, я у тебя... Все нормально. Да. Шамиль, я сразу тебя приветствую, приветствую всех, кто нас видит, еще видит, включится, наверное, по эфиру. Единственное, что, я сразу скажу, что сегодня на нашем заседании нашего клуба, который в последнее время с задержками у нас идет, получилось, да, иногда там мы не выходим в эфир, некоторые технические, организационные трудности, но вот мы с вами, дорогие друзья, вот, самое... И я хочу представить, здесь вот рядом с нами находится известная уже, и она, и она выходила в эфир раньше, вот сейчас я развернул. Софья Рубаская, она знает, наш достойный адвокат, вот так будем говорить, вот она рядом. Привет, Софья. Вот, Софья, привет. Приветствую всех. Вот тут же у нас, у нас в нашей импровизированной студии, у нас и ее брат Тураб, он адвокат, московская, коллеги адвокатов, вот я сегодня, в принципе, я у них в гостях, клуб, он у них в гостях, они нас привлечили, вот, вот, да, вот эти дамы, они нас привлечили, и мы, значит, ну, будут вопросы, и Софья, естественно, будет давать и правовую оценку многих, многих самых. Я думаю, это станет доброй традицией выходить, вообще выходить куда бы то ни было с адвокатом, тем более в наше заседание, правильно? Наше время это важно. Да, наше время это важно. Шамиль, мы с тобой планировали три вопроса, ты их знаешь, давай по мере, хотелось бы, конечно, от тебя услышать, что было, поближе, что было, конечно, нужно, мы с тобой сядем, что было у нас с Меликовым, встречались вы сегодня с главой республики, хотелось бы знать, нет, его не было, нет, не встречались? Нет, был, Завел Аскандарова, председатель парламента. Ну, все равно, может быть, по встрече с ним у тебя будет какая-то информация, я прежде всего хотел бы всем нашим зрителям сказать, что тебе вручили сегодня красивые часы, если есть возможность, покажи эти часы, именные часы, ну, это награда же, правильно я понимаю? Да, 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 часы есть. Аниса! Мы тебя поздравляем, попроси Анис, пускай пронесет твои часы. Вот, заслуга, самая, награда заслуженная, но я хочу сказать, хуже, как всегда, недовольный. Почему только часы? Почему только часы? Вот, Альберт Иседов обещал выйти в эфир, вот, он несколько занят, но если он успеет, он в курсе, что мы в эфире, ну, выйдет, будет прекрасно, если нет, мы, значит, продолжим наш эфир. Пожалуйста, раз уж мы проанонсировали с тобой, Шамиль, расскажи, что, как, как твоя встреча, или ваша, ты один был, или с кем, на встрече с, 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 парламентом. Там, короче говоря, сейчас я скажу, там получилось так, у нас должна была встреча быть Сергеем Алимовичем Меликовым, сегодня, в честь 15-летия Общественной палаты Республики Дагестан. Вот, но Сергей Алимович по тем или иным причинам прийти не смог. Ну, понятно, бывает. Ну, были представители, был представитель парламента, вот, Завр Аскандаров, выступил, все, и потом было вручение, там, вручили часы, мне, там, Сатираеву, потом, по-моему, Навилу Каевичу, если не ошибаешь, Ахадову, грамоты, там, медали, там, вот такое вручение было. Потом были представители, представители Валейка Масаласе, общественная палата, председатель общественной палаты Чеченской Республики, Исмел Денильханова, потом Ибрагим Денисин Гушетии, потом, представители общественной палаты Северной Осетии, Нижегородской области, наш, представитель, дагестанец Нашамиль, с Молгоградской области, с Кировской области, да, и зампредседателя общественной палаты Российской Федерации тоже был. Вот. И там выступление, достаточно хорошо прошло. А тема какая? Вы просто собирались, чтобы там, ну, встречи ради встречи, или какие-то были вопросы? 15 лет создания общественной палаты Дагестана. Общественная палата. То есть, это была такая торжественная палата? Да, да, да. Там сидело, наверное, человек 150, пришло в дом дружбы, там, с соблюдением, там, расстояния, как обычно, да. Нет, даже, знаешь, хорошо прошло. Там выступали, там, и председатель, Верон Магомедович выступал, и представители, вот, других общественных палат, выступали гости, там, вручали, там, подарки, то есть, такой момент был. 15-минутный фильм был, очень приятно было, то, что вспомнили неоднократно Гамзат Магомедовича, нашего покойного председателя общественной палаты, который много сделал для общественной палаты, реально, он реально был авторитетом, с ним считались, он лучший член госсовета. от председателя очень много зависит. А? Да. От председателя очень много зависит. Да. У авторитета и педицины. Он такой локомотив был, он вопросы все решал, он молодец, спокойный был, только с добром вспоминаем, Гамзат Магомедовича. Ну вот, что могу сказать. Были, конечно, и некоторые странные награждения тоже были. Вот. Не без этого. Да, когда вручают некоторым проходимцам грамоты, там вообще смешно бывает, да, вот, такие тоже были, испортили, честно говоря, такое впечатление, да, вот такие люди, которых печать негде ставят, а им грамоты вручают. Так, просят часы показать. Подожди, я сейчас покажу. Пока говори, Аль Мурат. Покажи, пока. Я пока поговорю с нашими зрителями, вот, если я не ошибаюсь, у нас 27 человек уже, да, нас смотрят. Да, 27, сбоку там. Всем, сколько бы нас не смотрело, всем салам алейкум, от души рад вас видеть. Вот. Я скажу, что мы в Москве тоже, вот, ведем, ведем эфир из Москвы, ну, Махачкала, Москва. Должен сказать, что мы в Москве тоже не обошли вниманием наших земляков, тоже награждали, вот, буквально, неделю, две недели назад. Вот они, покажи. Так, ух ты, открой, пожалуйста. так я понял, они серебряные, я так понял, да? Да, по-моему, да. Ну, отлично. Дербан, дагестанский, все, там, обратно, стороне, тоже все. Носи на здоровье. Да, и у меня часы, которые... И пускай поднимальные. Я этот, носил часы, которые мне Русик подарил мой друг. Он мне подарил такие хорошие тоже часы, я и в них был. Теперь еще эти подарил, да, у меня еще несколько часов лежат там. Но, тем не менее, внимание приятно. Но я там выступил тоже. Ну, конечно. Я там сказал, я говорю, бывают всякие моменты и вопросы по парламенту Республики Дагестан, но ничего личного, это мы должны действовать в интересах Дагестана, нашей Республики, дагестанцев. То есть, дал понять, что они прекрасно... Что часами, что часами вы от меня не откупитесь, правильно я понимаю? Это правильно, но так не бывает. Мы поняли друг друга. Я сказал, Зеору Аскандарову, я сказал, что мы готовы взаимодействовать с парламентом, мы, общественники, мы готовы. И это нужно. Расширять эту работу, сотрудничество должно быть. И более активно работать они тоже должны. Я вот так пожелание такое сделал. Он прекрасно, наверное, понял, что я имел в виду. Другие, по крайней мере, это поняли. Там, мы же, общественники, мы же свои вопросы не говорим, мы же говорим о проблемах Дагестана и дагестанцев. Мы можем, бывает, критикуем, да, их, да, а в личном отношении у нас бывает хорошее отношение, но если мы видим, что они не проявляют настойчивость, принципиальность и работу свою не показывают, то мы их критикуем. Ничего страшного, так и должно быть. Я бы сказал, к твоим словам добавил, ничего личного. Ничего личного, Ничего личного. И это все должны понимать. Все должны понимать. Сократ мой друг, как говорится, но истина дороже. Еще, наверное, есть такое красивое. Поэтому, да, я должен доложить, что приятно, конечно, когда оценивают твой труд, независимо, каким образом, и правильно, ну, ты сказал, что, наверное, незаслуженных людей иногда, к сожалению, да, там, ну, есть это в нашем обществе, иногда тоже чествуют, ну, ладно, пусть будет на их совести и тех, и других, да, те, кто берут эту награду незаслуженные, те, кто им дают. Вот, ну, тем не менее, да, главное, чтобы заслуженных не выпускали. Вот мы вот эти две недели чествовали врачей наших, московских, которые были, московских дагестанцев, я имею в виду, которые были в красных зонах. Мы на две части разделили, и были награды, там, ну, почетные грамоты, благодарность от правительства Дагестана, здесь вручались, от парламента, от постпредства, от общественного совета, там тоже отдельность, очень многих. У нас, я скажу, сотни наших дагестанских врачей в красных зонах Москвы и области в больницах работали. И болели, и тяжело болели, и очень приятно, вот буквально на сцену их приглашали, чествовали, ну, все, что, как говорится, могли. Так что у нас очень много достойных людей в Москве работает, в частности врачей. Вот, адвокатская часть есть, ну, они отдельно, мы про них, в этот раз не говорили, но врачей, вот мы, по честному, потому что мы это хотели сделать летом, летом был, летом запретили нам проводить мероприятия, вот мы сейчас это сделали, совместно с постпредством это было сделано, им было очень приятно, и там, и фуршет небольшой, ну, хороший организовали, почему небольшой, вот, ну, достаточно здорово, на мой взгляд. Ну, что, Шабель, перейдем к другому вопросу, наверное, да? Вопросы есть? Ну, во-первых, вы-то проводили, я знаю, эфир по поводу вот этих событий, московских метро. Да. Я хотел бы свою небольшую лепту внести в этот разговор, по той простой причине, что я сам того не желаю, честно, не то, что не желаю, но так получилось, что ко мне обратились, и вот, и к Софии тоже, Талибовне тоже обращались, СМИ, в частности, все ведущие каналы, наверное, вы меня где-то по телевизору увидели, все ведущие каналы вдруг внезапно стали звонить мне, я на работе, и, значит, и приезжали. А ты сначала представься, а то люди могут не понять, в качестве кого к тебе обратить. Во-первых, я не знаю, что пью кофе, потому что целый день не удается это сделать, но я надеюсь, такое кофе питье внесет некоторую, некоторую такую домашнюю атмосферу, да, в наш, самое, там, наш сегодняшний вечер, София тоже стесняется пить, 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 и что скажу, меня зовут Хаджимурат, кто не знает моей фамилии Гаджиев, вот, я председатель общественного совета по спецеству Республики Дагестан, а самое главное, в Москве, а самое главное, что я член нашего клуба, в котором вот и Шамиль Хадулаев, и мы объединены еще и в НКО, в Корсовет НКО, меня вот приняли, имею честь там быть, не всегда, правда, присутствую лично, потому что в Москве, но меня контролирует, вот, председатель со всеми товарищами, иногда попадаю, конечно, в курсе всех событий в Дагестане, я отчасти участвую в них, вот получилось так, вот эти буквально... Тебе придется отдуваться за всех? За всех. Ну, отдуваться не знаю, но было немножко неприятно, конечно, но отказываться от комментариев не мог, мы же не трусы, да, мы не будем бояться, ну, конечно, конечно, от меня хотели услышать извинений, да, ну, и я, и не услышали, если вы смотрели в эфиры, причем тут извинения, там, к сожалению, там, в московском комсомольце, да, радио, да, это... комсомольская правда, это только один эфир, а так, ну, были эфиры небольшие, правда, были по НТВ, по первому, второму каналу, ТВЦ, приезжали, не знаю, не выдавали, я даже не следил за тем, показывали, не показывали, потому что везде одно тоже, но что самое удивительное, вот я хочу, они приезжали в течение, там, полчаса, сейчас, разворачивали всю свою, эту аппаратуру, и меня записывали. Когда же мы зовем СМИ в Москве, я не знаю, как в Дагестане, судить не стану, зовем на какие-то наши мероприятия, которые бывают, там, вот последнее, у памятника Расулу Гамзатова, у которого мы собираемся на его день рождения на бульваре, вот памятник красивый, мы там собираемся, это наша традиция, и, ну, и красиво собираемся, там, шары, цехи читаем, песни поем, вот, ну, невзирая на погоду, уже не первый год, с момента, как открыли памятник, и я не мог дозваться ни одной самой СМИ, там, телевидение, чтобы хотя бы сюжет записать, показать, какие мы хорошие, ну, я не иронизирую, ну, показать же можно, что вот, дагестанцы вот это делают, и много другого было за эти годы, когда мы пытались, и крайне редко, достаточно случайно, попадаем, попадаем на какие-то эфиры, там, хотя бы какие-то сюжеты, а, как правило, негатив, как правило, вот в негатив приезжают сразу и снимают, я это, кстати, за кадром, и в кадре говорил, некоторым этим операторам, но они, в принципе, выполняют редакционное задание, ну, какие там претензии, я им говорю, ну, вот посмотрите, говорю, вы приезжайте лучше сюда же, или к другим нашим общественным деятелям, и приезжайте, говорю, на хорошее, у нас много всего хорошего мы проводим, объединяющего и так далее, в разных площадках, официальных и неофициальных, да, да, будем, так далее, ну, у меня есть их контакты, может быть, приедут, хотя это новостные каналы, да, я сомневаюсь, но тем хуже для всех, для нас, не только там, вот, что меня возмущало, и я, я вот, ну, в эфире Комсомольское право сказал, вот это разделение на наши-ваши, вот, ну, вот правую сторону сейчас Софья, наверное, скажет, есть там попытка убийства или нет, одна конкретно, покушение на убийство, да, есть ли оно или нет, и мы там, и вообще я не раскрою, не раскрою тайну, мы готовим, вот я лично готовлю иск в адрес Комсомольское заявление, Комсомольское, вот подсказываю, претензия к Варреско-Комсомольской правдой, там я усматриваю чисто национализм, абсолютно, разжигание, национальная рознь, абсолютно, разжигание, усматриваю, чтобы там не было и заявление, и местный комитет будет, и суд, и Бастрыкин, и так далее, вот, но хотя Бастрыкин сам переквалифицировал на покушение на убийство, тоже очень сомнительно, но я про это говорить не буду, скажет, да, скажет Софья Талибовна, а что касается меня, я скажу так, вот, вы, наверное, много говорили, не буду повторяться, да, плохо, да, мы осудили, и так далее, но говорить, что они меня опозорили, Дагестан опозорил, никогда не сказал, и не скажу, во-первых, во-вторых, я и там говорил, не знаю, не показывали это, не показывали, есть люди верующие, там, неверующие, неважно, всегда говорят, что даже самым грешникам, есть путь в исправление и обратный, что же они его, они их назвали там последними мерзавцами, чтобы они там типа там полжизни посидели, я боюсь, что им дадут большие сроки, и я им этого не желаю, вот, в конце концов, этот парень выжил, да, было обязательное смотреть на все это дело, но, но они не оставляют этим людям, вот, ведь это исправительные учреждения, шанс даже на справедливость не оставляют, я уже не говорю на исправление, молодые ребята, им дадут 20 лет, они через 20 лет, кем оттуда выйдут, Шамиль, кем они оттуда выйдут, вот, если Мухаммад Сези просится выйти в эфир, прими его в эфир, так, сейчас, если я, я, сами, мне подскажут, так, где он просит, да, да, Сези, дедуйский, он хочет в эфир на пару минут, сейчас мы, сейчас мы с удовольствием примем в эфир, тем более, он наш в фейсбуке, он наш товарищ, и у меня в друзьях есть, как это? Добавить, вот же добавить. Добавьте, добавить, да, добавим, сейчас попробуем добавить, добавьте, это комментарий, сейчас, сейчас попробуем, сейчас, прямой эфир, сейчас, у меня вопрос, в эфир на пару минут, а вот, вот, вижу, сейчас будет, сейчас мы его принять, принимаем, принимаем, он должен выйти в эфир, да, вот, вот, и я продолжу, пока он выходит в эфир, Богомед, Вот И знаешь, Шабель, есть одну фразу Хочу сказать, чтобы долго не задерживать Внимание наших зрителей, вечером все устали и слушали Вот Там была вот фраза Там, дагестанская мафия На что я вообще ответил Салам в алейкум Приветствую вас, друзья мои Там была такая фраза Дагестанская мафия, типа вот эти ребята Какая, во-первых, мафия Мы все возмущаемся, в том числе первые каналы Когда на западе Там из-за действий каких-то криминальных структур Ну русская или там бывшая русская национальность Даже не русских, а советских Называют русская мафия Все возмущаются, все об этом говорят Захарова там, не Захарова, МИД там Какая нафиг русская мафия, извиняюсь за выражение А тут каких-то три пацана Ну случилась такая вот хулиганская выходка Страшная, нехорошая И уже СМИ говорят О дагестанской мафии Я возмущен Три балбеса сделали Мало ли каких балбесов, где, какой национальный структур Все тут мафия Вы понимаете Складывается впечатление, не хочу быть оракулом Складывается впечатление, что Что это вот навалились И вчера буквально РБК звонит Три дагестанские или две там Сейчас вот не помню Девочки в Казани Их там Их похитили, не похитили Такая ситуация Я был не в курсе, пришлось изучать эту ситуацию Опять же нагнетается Дагестанские там, там похитили, здесь побили, там убили Но вопрос возникает Какова цель Какова цель всего этого Вот тут вот Национализм Я вижу только национализм И поэтому Во имя вообще всей России Не только Дагестана И все фашисты, которые Из-под тишка С Софьей Рубаской Да, с Софьей Рубаской Я все-таки присоединюсь Очень хочется высказаться Что касается Я работаю каждый день по уголовным делам Все преступления совершают Все нации Естественно, нет такого В Москве В Москве, в Москве, по-теку Тем более, что я работаю в Москве Говорить о какой-то конкретной нации Или там Русские, там, я не знаю Нигранты Или там дагестанцы Да вообще-то Никогда об этом разговора даже не было Но последнее время Вот сейчас в данной ситуации Вот это преступление, которое там совершено Оно действительно совершено Но не по той квалификации По крайней мере, я даю оценку Как там им меняют В 2015 году я работала по одному делу Если вы кто-нибудь помните Матвеевский рынок Там муж женой арбузы продавали И я лично защищала эту жену Женщину, да Расулова Супруги Расулова Вы посмотрите в интернете Вы вспомните эту ситуацию Это, который лоб пробил, да? Да, было очень И, кстати, точно такая же ситуация Также Собянин выдал квартиру Этому сотруднику Были видеозаписи Что фактически в руке Никакого предмета не было Чтобы там было какое-то Покушение на убийство Сотрудника правоохранительных органов Да, или применение Ну, в общем-то Что-то такое серьезное Ну, действительно Была драка, да В конечном счете К чему мы пришли? Они все равно Оставили эту статью Они вменили Им огромнейшие сроки Супруги Женщине, которая просто Фактически Ни одного удара Никакого не наносила Ей дали 12 лет Мы были в шоке Мы были в шоке Это было сделано Мужу дали 18 лет За что? Видеозапись есть Только за то Потому что пока всем показать Вот теперь вы, дагестанцы Сидите, молчите Вот вам такие сроки Это было чисто для резонанса Приговор вынесли Приговор вынесли Это было настолько очевидно У нас была даже видеозапись Все было понятно Что там нет этой квалификации Верховный суд Российской Федерации Нас поддержал И в апелляционной инстанции Этот приговор не остался Отменили И фактически Жена Она была в последующем Освобождена И на 9 лет Ей снизили наказание Дали колонии поселений И она там практически Освободилась сразу же Три года колонии Да? Да, ей три года колонии Но ее освободили Она там быстренько уже С учетом отбытого наказания Вот все Она уже освободилась Но вот эти страдания Вот это Вот это напряжение В котором мы работали Это было невыносимо Это было очень тяжело Психологически На нас смотрели Как на врагов Всех сотрудников Правоохранительных органов Кого-то бы мы Защищаем преступления Нам Кто там не знает Что я из Дагестана Могли там Очень негативно Высказаться И в адрес дагестанцев И все это было Как бы В такой напряженной Все время ситуации Вы себя чувствовали В тылу врага, да? Ну Чувствую Но я не чувствую себя В тылу врага Я Во время процесса Я врагов не вижу Нигде Поэтому Мне проще В этом плане Я просто Никого не воспринимаю Как врагов Но конечно И всем доказывать Только не надо И не надо никому Ничего Не надо ничего Никому доказывать Я не пытаюсь Никому доказывать Что я там Из Дагестана Я такая хорошая Мы все такие хорошие Я считаю Что мы Какие есть Мы такие есть Но мы должны Запретить Нарушение наших прав Чтобы нам не говорили Нас не тыкали Не унижали Никому цветочки дарить Не собираюсь Никому говорить о том Что я из Дагестана Пожалуйста Как бы Мы тоже люди Там еще что-то Тоже не собираемся Мы такие есть Такие есть Люди разные Поэтому Здесь Я вам говорю Что будет примерно То же самое Прямо Такая же Ситуация Но Это То что сейчас Произошло Оно отразится На других делах Именно в отношении Дагестанцев Вот это меня Больше Вот сейчас Я уже знаю Что сейчас Какие-то мои дела Которые именно В отношении Кавказа Они сейчас Пойдут Применили Применили В принципе Не настолько Свободы Мы решили Мы решили Подать заявление На возбуждение Уголовного дела И Бастрыкину По поводу Вот этих Дискриминаций И я считаю Что это уже Даже ближе к экстремизму В отношении Дагестанцев Фашизм Он близок И сейчас То что было 7-8 лет назад То что Ночь в метро Там кого-то избивали Кого-то забивали До смерти Оно сейчас вернется Если мы не остановим Это Законным путем Именно в средствах Массовой информации Кстати Кстати говоря Вот Если Может кто-то не видел Слышь А больше Что было видно Если кто-то не видел Тогда эфир С Комсомольской правдой То Я скажу Там этот Ведущий По-моему Баранов Если я не знаю Фамилия его была Он договорился до того В В В В В разговоре со мной Мы Говорят Не будем Перед вами стоять На коленях Как белые люди Стоят Перед неграми В Соединенных Штатах Неграми Или чернокожими Не важно Я Я просто был Я еле сдерживался Чтобы я Мне сказал Я к вам в студию Приеду Докажу Что Да Это было просто Это был помек Что значит Этот человек Нас сравнивает Хотя Хотя Вы можете нас сравнить С кем угодно Мы не лучшие Не хуже И Кого угодно Понимаете Этот человек Ну она выскользнула У него Я по его Реакции потом На мою Реплику Понял Что он глубоко Сожалел Я надеюсь Что все будут Сожалеть Когда Будем добиваться Когда они будут Сравнивать Нас с кем Быто ни было А я Нисколько Не уничижаю Чернокожие Население Причем Но тем не менее Представляете До чего Договорился Этот Горе Журналист Или кто не знает От баранов До таких вещей Вот Софья Я все-таки Восприняла Это немножко иначе Я восприняла Это таким образом То есть Фактически Он имел Ввиду Что мы Не получим Никогда Здесь Таких же Прав Как негр Перед белыми А мы еще Не добиваемся Белые получили Там В Америке Вот на что Был намек Намек на то Что в рестораны Там везде Дагестанцев По фейс-контролю Не пропускают На работу Нигде не пропускают Какая-то дискриминация То есть Мы не будем Никогда Людьми Вот он намекал Хотя фактически Я считаю Что Именно наши Кавказцы Дагестанцы Очень хорошо Вполне Я по крайней мере В последнее время Не видела такой Дискриминации До Магомед Скажи А то ты ждешь Сейчас Две секунды Магомед давно Уже ждет Наверное Сейчас еще раз Чтобы подогреть Его темперамент Да И аргументацию Мы давно Мы давно Никогда Не обращали внимания Возмущались Но по большому счету Любое объявление В Москве Там Уже сейчас В интернете Наверное Там Или там На солбах Мы всегда видели Много десятки лет Кавказцам Не предлагать Или Кавказцев Прошу не беспокоить Это что такое Это по какому Такому принципу Но мы как бы В шутку это принимали Задали Это почему И почему Если не органы То хотя бы СМИ не должны Обсуждать это И пресекать эти вещи Сегодня Кавказцев Там невозможно По закону невозможно Но есть моральный закон Ну посмотрите Ну как Давайте завтра будем Говорить Яку там не предлагать Там я не знаю Там Нагайцам Нашим родным Не предлагать Аварцам Не предлагать Там так далее Там я не знаю Отдельно давайте Каждый там Наций Кумык Доргильцам Не предлагать Вот так Мы по этому пути Пойдем В развитии Нашей страны Или как-то иначе Вот татарам Не предлагать Вот так это будет И на каком основании Ну я буду Произносить Потому что Я возмущен Что кавказцам Не предлагать Или кавказцам Прошу не беспокоиться А почему Что есть какая-то Статистика По этому поводу Статистика кстати говоря Там совсем не в пользу Вот этих националистов Это националисты Вот Софья правильная Это фашисты Магомед извиняюсь Что это самое Заставили ждать Мы слушаем внимательно Да вообще Честно говоря Очень приятная Такая беседа И тут Юридическая такая Какая-то защита Получаем И политическая И вообще Вот все Что связано Сегодня Последние процессы Которые происходят В стране Мне напоминает Ситуация Связанная Вот перед Чеченской войной Когда во всем Были виноваты Чеченцы И можем сказать Что любой пик В государстве В России Восстанавливался Коспризму Чеченизации Все преступления В России Якобы совершали Чеченцами То есть Демонизировали Чеченскую этность Сегодня Объединенные элиты Во власти Пытаются Точно так Демонизировать Дагестанцев Вы знаете Вот Это же не просто Так происходит Когда видят Что целый Руководитель Следственного комитета Государства Когда определенные Лица во власти Включая Депутатов Государственной Думы Которые Пропитаны Националистическими Идеями Когда вот Тоже Комсомольская Правда Которая Насколько Пропитана Нацистскими Идеями В основном Ее читают Вот Сугубо Люди Подвержены Экстремизму Шовинисты Националисты Славянской Национальности Журналисты Эти пропитаны Именно Комсомольской Правде Эти идеологии Все Все знают Прекрасно Но вопрос Почему все это Допускается Почему вот Та же самая Ситуация Связанная Кавказцам Не беспокоит Кавказцам Просим там Мимо пройти И так далее Вы можете Представить Такой В Европе Чтобы где-то Был надпись Образно говоря Берлине Или Ахене Или Кельне Арабам Не сдаем Палестинцам Еще кому-то И так далее Потому что Это будет Прежде всего Вопрос Рассмотрения В их Правовом поле Потому что Мамитяне Государство Влад На местном Муниципальном уровне Там в Европе Реагирует На эти вещи У нас что происходит Метро Вы правильно Заметили Я хотел вспомнить У меня статья была В Кавполите Арбузная революция Об Османном суде Если вы помните Именно На Матвеевском рынке Когда осудили Вот вы зашали Людей просто взяли По беспределу Пропустили Через жернова Взяли 18 лет Одному 12 лет Женщине И кто Ее права защитил Кто за них Кроме Вот юристов Адвокату Побеспокоился Мы в таком положении Потому что Сегодняшнее Вчерашнее Позавчерашнее В вас Дагестана Позволяет Это делать Сегодня у нас Посмотрите Представительство Что происходит Кто реально Может конкурировать Чеченцы Почему выстроили Систему Которая Позволяет Сегодня Регулировать Взаимоотношения И с властью И с общественной И так далее Потому что Они выстроили Эту схему Где-то Чеченские ребята Нарушают Моментально Появляются Люди Кадирова Денинханова И так далее Наводят порядок Где-то Привозят Республики Заставляют Извиняться Есть коммуникация Если Там Где-то Неправильно Обидели Чеченцы Определенно Через полчаса Через День Два Три В отношении Него Сразу Видим Из Перми Из Якутска Откуда-то Из Вене Идет А почему В отношении Дагестанцев Сегодня Можно Что угодно Творить Ясно Как и К любому Что Те действия Которые Совершались В метро Они Подпоздают Обычно Хулиганские Действия Которые Вот Сопряжены С нанесением Легких Телесных Повреждений Взяли Появились Отвертки Что удивительно Не обнаружили Там Пулеметы Автоматы Это Вопрос Отношения К самому Дагестану К дагестанской Власти Где Наши Депутаты Государственной Думы Которые Напередем Кулу Там Питаются Или Республики Дагестан Питаются Извиняться За что Извиняться Почему Действия Какого-то Магомеда Образного Ивана Или Петра Должны На меня Распространяться Давайте Тогда За Чикатылу Кто будет Извиняться За Битцевского Маняка Кто будет За Арыбурского Кто будет Извиняться В России Совершается Десятки Сотни Тысячи Преступлений Включают Убийство Детей И так далее За эти Преступления Кто будет Извиняться За таджейскую Девочку Которую Убили Националисты Кто будет Извиняться За двух Дагестанцев Которых Убили Банда СССР Кто будет Извиняться За парня Которого Взяли Просто Убили Каспийские Агайя Кто будет Извиняться И еще Статью Поменяли И Сопротивление Таких Примеров Десятки Ярусилаву Которого Убили Кто будет Извиняться Это Подхалимаш Который Идет С Дагестана Вот Именно Шло Из Дагестана Из-за того Что мы Мы готовы И ползком И ради Власти Ради Вот этого Своего Кресла Она привела К тому Что элита Как таковая В Дагестане Не осталась Остались Манкурты Которые Готовы Любое Действие Центра Проглотить Нужно Выстроить Четкую Схему Нужно Выводить Новую Элиту Которая Будет Защищать Интересы Дагестанцев Нужно Дать Понять И Москве И федеральному Центру Что страна Состояние Нормально Развиваться Когда есть Коммуникация Когда есть Гармония В обществе Когда есть Единые Стандарты Наказания И награждения Если Этого Нету Страна Будет Потихоньку Разрушаться Небострыкин Пойдет Защищать Ее С пульев На руках Дагестанцы Пойдет Защищать Чеченцы Пойдут Якутии Были лучшими Снайперами Сколько Эти героизмов В школе Что изучают Сегодня Что проходит Какая методика Воспитания Откуда Это ксенофобия Откуда Это шовинизм Откуда Это империализм Вот эти вопросы Сегодня Должен задавать Прежде всего Эти люди Которые сидят АП Президента РФ Министерство По делам Национальности РФ Команда Баринова И других И так далее В конечном итоге Если есть технология Разъявляя Властвую Нужный момент Витаскват Будет Эту карту В конечном итоге Ресурс Это иссякнет Я возлагаю Все-таки Ответственность Не вы должны были Именно Вашим уровнем Вашими возможностями Заниматься Защитой Именно Этих Дагестанцев И Перекреплакцией Этого дела А именно Депутаты Государственной Резван Даниалович Еще кто там Новые государственные Депутаты Государственной Думы Хотя Резван Даниалович Не представляет Сегодня Не представляет Дагестан Абашкирию Там же Их много Я считаю Самое главное Нужен Институт Полпресса Реально Наделить Полномочиями И Увеличить Ее Авторитет Понимаете Если Чеченский Полпресса Занимается Всеми Что возможно И Москве И за пределами Полномочия Дагестанского Полпресса Я знаю Она вообще Копейки не стоит Да вы там Напишете Письмо Да вы Пойдете Пожалует И так далее А дальше Что Значит Необходимо Конкретные Дети В отношении Полпресса Вот сегодня Назначим Полпресса Я не знаю Кто Это временное Толстюк Толстюк Постоянное Лицо Это Человек должен Был Моментально Реагировать На эти События Это Человек должен Был На прямой Выйти Мы не Говорим Сегодня Вы знаете Самое страшное Вот Хадимурат Мы с тобой Антиподы Ты как бы Сталинник Я Антисталинник Да В любом случае Мы друзья Друзьями Остаемся Да Вот Вот В 37 Году К чему Привела Попытка Коллективной Ответственности Да Вот Вы понимаете Когда человек Образно Враг народа Семь врага Народа Еще Еще И так далее Это привело К страшным Репрессиям Сегодня Пытаются Внушить Дагестантов Что Вот Деся Образно Условного Там Магомеда Из Хунзаха Который Совершил Преступление Образно Город Где-то Уомске Действие Распространяется На всех Дагестантов И я Магомед Сумфинского Района Должен Нести За него Ответственность Господа Да Мне Плевать Не хотел На это Преступление На него Это Его Действие Накажите Его Соответственность Законно Какого Извините Бога Я должен За это Переживать И за это Да Вот Пойти Извинять Извините Меня Москвичи Там Магомед Себя неправильно Повел Я привел Примеры Если Вот Эту Методику Будет Распространять Система Если Система Будет Исходить Из этих Извинений У нас Телеканал Нужно Создать В России Который С утра До вечера Одна Национальность Будет Все время Извиняться Вам Удачи Я считаю Что нужно Юридическом Поле Именно Проработать Вопрос Защиты Чтобы не Повторилась Софья Особенно Обращаюсь К вам Чтобы не Повторилась История Вот С этими Арбузами Да С революцией Да Решила Да Она там Хотя бы Виртуальным Судем Изменилась Один К одному Вот этот Именно Идентичная Ситуация Один К одному Это дело Ведут Тут Нужно Именно Ваши Ребята Юристы Достаточно Много Не только Врачи У нас Прекрасные В Москве Но и Юристи Прекрасные Много Достойных Адвокатов Мне кажется Вам нужно Именно Создать Вот этот Как попытка Помните Когда Адвокаты Объединились Когда попытались Суры Из Корана Экстремистами Называть И так далее Вот таким Образом Вам нужно Объединиться Именно По этому Делу Доказать И показать Что Людей Нужно По факту А не Потому как Адвокатизм Я Все Таки Смотрите Дело В том Что Я Работаю По уголовным Делам Мы Не Имеем Права Вмешиваться Именно В ход Следствия Так как Там Есть Другие Адвокаты Мы Не Работаем Сейчас По тому Делу Общественный Совет Постоянного Представительства Где Мы Как То Могли Хотя Бо Судить Этот Вопрос Они Не Обратились Мы Как Могли Так И Хотя По крайней мере Мурат Абдулхаликович Как мог Так и Разъяснил Позицию Нашу Что Касается Нашего Как Заявления Они Будут Касаться Именно Средств Массовой Информации И Дискриминации Именно В частности В отношении Дагестанцев Вот Этот Момент Мы Будем Озвучивать Именно То Что Средства Массовой Информации Используют Против Дагестанцев Все Какие То Моменты Не Только Уголовные Дела Практически Негативное А что Касается Конкретного Уголовного Дела Мы Пока Не будем Вмешиваться Пока К нам Не Обратились И Мы Не 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 Прямого Так Как Преступление На Видео Есть Квалификация Может Измениться Сейчас Еще Пока Не тот Период Времени Когда Все Выносит Наказание И Все Окончательно Возможно Как и В том Деле Изменится Что Но Опять Я боюсь Что Будет Именно Тот же Сценарий Потому Что Тоже Самое Подарки Были Тоже Самое Было И По поводу Жесткости Наказания И Я думаю Сейчас Будем Пока Писать Только В отношении Средств Массовой Информации То Преступление Которым У нас Объективно Мы считаем Что Есть Что Касается Нас И Вообще Все Наше Сообщество В Москве То есть Там Практически Высказывались Именно В этой Части Еще Что Касается Выступления Недавно Мне тоже Говорили Толстовский Или Как его Сейчас Я скажу Тоже Было Выступление Выслать До Дистанцев Было Сказано Куда Там Толстой Да Выслать Типа Дагестанцев Тоже Весьма Одиозная Личность Я бы сказал Я не ожидал От него Когда он Был Там Телеведущим Он Был Гораздо Более Симпатичным Нежели Чем Когда Пришел Во власть Выслать Дагестанцев Ну Хорошо А это К чему Идет Это Идет К тому Что Они Намекают Что Так же Как Чеченцев Как Ингушей Когда-то Высылали Давайте Теперь Высылать Дагестанцев Куда-нибудь В Сибирь Вот К чему Это Шло То есть Этот Фашизм Который Негатив Нацизм Они К этому И ведут То есть Они Хотят Как-нибудь Так Людей Взбудоражить Но Если Мы Сейчас На это Не Отреагируем То Это Вот Такие Изречения Будут Каждый День И Каждый Кому Не Лень И Мы Не Сможем Реагировать На У нас Есть Информация Более того Я Напоследок Вот По этой Теме Не знаю Можно Говорить Бесконечно Хотел Бы Сказать Следующее Вот Магомед Он Немного Коснулся Этого Ну Мы Общественные Деятельы Ты Я И Многие Наши Друзья Есть Адвокаты Юристы Вот Их представляют В том числе Общественный Деятель Софи А Что Касается Наших Политиков Вот Было Сказано Депутатах И Уровня Госдумы И Народного Собрания Да Были выступления Там В основном Извинительного Характера Я не я Извините Да Они сейчас Понятно Что не лезут Никуда Я бы с удовольствием Не лез бы В эту ситуацию И не давал бы Интервью Если бы Наши Депутаты Дали бы Четкую У меня Была установка Когда я Давал интервью Как-то Погасить Страсти Которые могли Быть Мы помним Еще События На манежки Которые Выливались На улицу И Не кончились Одним днем Тогда все Правоохранительные Органы Стояли На ушах Потому что Были локальные Драки Что только Не было Стали выискивать В основном На лице Кавказской Национальной Так называемой Я сам это Видел и помню Я боялся Честно говоря После вот такого Изонанса Что начнется То же самое И я где-то Писал Моим друзьям И вы тоже читали Общество Прошло Зало этот Экзамен Никто не вышел Не стали Друг другом Выяснять отношения Там и ловить Друг друга И там Вот это Как было Как было в те годы И слава богу Но политики Этот экзамен И наши дагестанские Я считаю Не прошли А этот экзамен Не прошли СМИ Особенно федеральные Они его провалили Они его провалили В направлении Национализма Или я не знаю Как это назвать Вот можно Вот и все Аземляк Хочу напомнить Что Как пример Вчерашний Мой эфир С сестрой Убитого Агая Магомедова Да Этот Гастролер С Ярославля Сотрудник полиции Просто Беспричинно Убил парня Отца пятерых детей Сорок Нашим дагестанским Следственным комитетом Не доверили Это фактически Признали Национализм Себя Да Признали Официально Москва Призналась В том Что они Националисты Закон Для них Незакон То есть По месту Предсовершения Преступления Должно вести Следствие Они Сходу Забирают Это следствие Передают В Ростов На каком Основании Значит Наши следователи Следственного комитета Дагестана Они Не способны Проводить Качественное следствие А если Это так Распустите Следственный комитет Республики Дагестан Если вы Им не доверяете Распустите Почему Потому что Наши Дагестанцы Когда проявляют Замечают Какое-то Там Некачественное Следствие Требуют Чтобы эти дела Забрали В Москву Но никто Не забирает Куда-нибудь Туда Не забирают А здесь Явно Совершено Преступление Со стороны Сотрудника Правоохранительных Органов Прикомандированного Из Ярославской Области В Дагестан Нагло Цинично Из пулемета В лицо Сбоку Стреляет Человек Никакой угрозы Ему не совершал Видно По фотографии По видео Видно Как лежит Парень Убитый Он не лежит Ни лицом вперед Ни возле этого Сотрудника Полиции А он лежит Наоборот Упал Навзнич То есть Он вперед Не шел Он назад Упал И выстрел Сбоку И где шея Вышел Значит Он не смотрел В лицо Сотруднику Правоохранительных Органов Понимаешь Тот говорит Он на меня шел Если он на тебя шел А что же он тебе Вот так должна была пуля Насквозь пройти Почему она сбоку идет Он не шел Он вообще не видел выстрел Он не Просто внезапно Парень умер Он не успел ничего сообразить Моментальный Внезапный выстрел Он не видел даже Тот взял сбоку Его Просто застрелил И теперь тот говорит Не виноват Они хотят его отпустить За него Заступаются все И депутаты говорят Ярославля Все 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 Это говорят нормально А когда мы Дагестанцы Я в частности Заступаюсь за Этого убитого Это говорят Не надо этого делать Зачем Сейчас время такое Там разжигать не надо А что разжигать Я говорю Я требую Чтобы законно проводили следствие Не прятали Почему Нет показаний Сотрудников полиции Которые стояли рядом Спокойно Нам все время говорили Что никого не было Один он был этот И на него этот Напал покойно А выясняется Что же он стоял Среди сотрудников полиции Почему же Ихние показания Не дают Ихние показания Один говорит Меня там не было Я где-то Как не было Ты возле убитого был А второго вообще Говорит показания Не брали Как Почему не брали Они же рядом стояли То есть Фактически Софья Получается Переквалифицирование На статью 105 109 Незаконно Потому что Не допрошены все Присутствующие рядом Как же можно Переквалифицировать На самом деле На самом деле Квалификация Она Когда дело Направляется в суд Она тогда только будет Уже более Вернее Как говорится Уже Ну Они по крайней мере Смогут уже Квалификацию Поле так Серьезно К ней отнестись Сейчас Пока Не стоит Прям Делать Какие-то Выводы Что касается Когда дело Направляют в Ростов Это не говорит о том Что некомпетентность Как-то В частности Следственный комитет Дагестана Наоборот Это говорит о том Что они Они по крайней мере Более серьезно Будут относиться И по всей видимости Дело находится На контроле У вышестоящего Как говорится Все не в курсе Все подделывают Все подделывают Там сейчас Нагло Вот просто Сама девушка Которая спровоцировала Этот конфликт Ее показания Есть Под роспись Каждый вопрос Она расписалась И она четко Говорит Предупредительных Выстрелов Не было Говорит Один выстрел Был В этого парня А Самсонов Заявляет Что он делал Предупредительный Выстрел А потом Выстрел В парня Понял Уже противоречие Девочка Говорит Никакой угрозы Никакой Не представлял Агай А тот Самсонов Командированный Говорит Он На меня Хотел напасть А Свидетельница Сама Которая Сама признает Что никакой Попытки Он не делал Никакой угрозы Не было То есть Получается Что все Фальсифицировано А видеозапись Этого всего Есть вообще Есть видеозапись Когда он убил Агай упал В этот момент Запись начинается Он подходит К Агай Этот убийца И потом Быстро назад Отходит Эти девушки Подбегают Видят что он мертвый И тоже назад Убегают А он лежит Сбоком Убийцы Поняла Если он на него Хотел напасть Как он боком Плашмя И ноги ровно Вот так стоят Ровно Ноги вот так И он вот так упал Руки вот так То есть Ноги Сбок Получается Тот слева стреляет А ноги у него В другую сторону Как он мог на него Идти напасть Если ноги Ровно стоят Только в другую сторону Бок Но это только Эксперты Наверное должны Какую-то оценку Если видеокамера Видеозапись есть То можно Я тебе скажу Софья Они все эксперты Послушай В материалах В материалах дела В материалах дела Они все Опираются На слова Обвиняемого Не берут в учет Факты Это ж недавно было Или когда это было Это было По-моему Уже полгода Летом было Января 2 января Ночь А уже 2 января Скоро год Да Скоро год Судни Наталья Послушай Софья Послушай По материалам дела Убийца Врет Там есть картинка Как он описывает Что он приглушит Вперед Хотел броситься Наглушить Броситься вперед По закону По закону К сожалению Да я поняла А как бы он Наглушить Вперед Если фотография Видно Плошная Назад лежит Если он Наглушить Вперед Хотел Броситься Если его Выстрелили Как бы он Назад Он вперед Нападал Смотрите Для своей защиты Любой обвиняемый Имеет право На свою позицию Защиты Поэтому Законом Врет Он не врет Он не обязан Никто говорить Это право Понятно А у следователя Глаза есть Физику В школе Проходи Но Есть Экспертиза Вот надо Если Видеозапись Есть Поэтому Они переквалифицируются Со 105 на 109 Нет Надо провести Свою Независимую Экспертизу Для того Чтобы Вот понимаете Одно дело Я не могу Сейчас Послушай Причем здесь Экспертиза Все материалы Есть Как было А следователи Их не смотрят Они берут слова Обвиняемого Им плевать На экспертизу Экспертиза Этот Самсонов Говорит Что этот парень Напал Там На девушку Да И он заступился За нее Убил Вопрос Как он мог На нее напасть Если у него На руках Даже никаких следов Этой девушки В руках Ничего не было Они говорили Что якобы Он на нее Напал Душил Там Что-то Что-то А этих следов Нету Его Ничьих следов На ладони Экспертиза Не нашла Кроме его Своих Чужих Нет А какие вы хотите Если была борьба Они превращались Что он на нее Напал Душил А следов Ничего нет Это сразу Должно быть Определенное Время Если не изъяли Послушай Еще один момент Эксперт Говорит Что взял Два с половиной Миллиграмма Крови Миллилитра Но этого недостаточно Говорит Чтоб сделать Анализы Говорит Есть у него там Наркотические Какие-то вещества Вопрос Софья А кто мешал Взять больше крови Хоть сто грамм Хоть двести грамм Кто мешал взять Сами взяли мизер Чтоб сказать Ее не хватило проверить Почему мизер взяли Самсонов сопротивлялся Не давал кровь Два с половиной Миллиграмм Только дал взять Что за бред Специально спасают ДНК всегда берут Спасают Ну вообще-то берут из вены ДНК Из вены берут Основного А нормально проводят Нормально кровь Надо было Если вы знаете Что вы проверяете На наличие там Наркотических Или психотропных Что-то веществ Зачем ДНК тоже Кто мешал Больше взять Я скажу Шамиль Самое плохое В этом деле Ну нет человека Как говорится Убили Самое плохое Что это прецедент Что это прецедент И не один Этого человека Уже не спасти Он ушел Это прецедент И не один И не три И не десять А много Вот это уже плохо Убили парня Отца пятерых детей Который не представлял Никакой угрозы жизни Этому сотруднику И сотрудника Хотят Почистую отпустить А здесь А здесь Три балбеса Один из них Который избивал Вот этого По 20 лет дают Логика Где Это Логика Их надо Почистую Почистую И отпустить И его хотят Оправдать Да Я хочу Если кто Забыл Что все Начиналось Баку Тбилиси Ереван Барибалтика А вот это Сейчас еще И Украина Ну тоже Как бывший союз Все рушилось Вот именно На этих На этих Вот трескалось Именно там И сейчас Тот кто это делает Он разрушает Я не побоюсь Большего Российскую Федерацию Вот это Это Я даже скажу Это враги народа Народа российского Дагестанского Какого угодно Это враги С которыми Надо разговаривать Только Как с врагами И никак иначе И мы будем это делать Все правильно Ну что Будем прощаться Потому что сейчас Может отключиться Эфир сохраните Да До следующей встречи Сохраним Да Обязательно Да До следующей встречи Спасибо, Шарик Спасибо всем Магамеду Калам Пока